То есть вы хотите сказать, что третья квартира, которая устроила пожар, сделает ремонт в малосемейном доме с первого по девятый этаж? С первого по девятый не будет делать. А где не будет делать? А вот я являюсь жителем четвертой квартиры. Это соседняя квартира. Они нам сказали, мы сделаем ремонт ровно от второй до четвертой квартиры. Вот эту площадку, где чуть-чуть погорели. Все, а остальное пусть делает ЖО. 29 января в одной из квартир дома по адресу академика Павлова, 21, произошел пожар. Причину возгорания еще выясняют, а к ремонту управляющая компания даже не приступила. Запах дыма в доме держится до сих пор. С того момента, сколько времени прошло, как видите, копоть, запах невозможно. У нас маленькие дети имеются. Также в этом коридоре есть маленькие детки. С жалобами и просьбами сделать ремонт в кратчайшие сроки в управляющую компанию жители дома обращались не один десяток раз. У нас соседи обращаются неоднократно в управляющую компанию «Авиатор». Они мотивируют тем, что ремонты делать не будут. В связи с тем, что якобы пожарные выявили, что пожар возник в связи с хозяевом квартир, тем самым якобы они должны произвести капитальный ремонт в подъезде. Надеяться не на кого, говорят жильцы дома. Поэтому им самостоятельно приходится приводить подъезд в порядок. Подъезд у нас не убирают, никто ничего не вычищает. Дом правления всегда жив. Каждый раз нам говорят, что мы убрались, мы почистили. Однако никто ничего не делал. Мы также выходим своими силами, моем то, за что мы ежемесячно платим деньги. Раз в месяц для дезинфекции, так как у нас у всех маленькие дети, приходится мыть полы хлоркой, так как никто больше этого не делает. С директором управляющей компании «Авиатор» нашей съемочной группе пообщаться не удалось из-за отсутствия его на рабочем месте. Общаться с жильцами дома пришлось главному инженеру. Договоренность с жильцами, что они все исправят, все поправят. Подожди, мы не управляющая компания, мы не управляющая компания, мы обслуживающая организация. Понимаете? Обслуживающие. Нам дадут указания с управляющей компанией. Сделайте там ремонт. Вот вам финансы, вот вам средства. То есть вам управляющая компания указания делать там ремонт не давала? Пока нет. Просьба, чтобы авиатор, как бы управляющая компания провела здесь ремонт от и до, с первого, начиная, вот причины есть, пожар был. В верхних этажах тоже запах стоит до сих пор. Жильцы говорят, если в ближайшее время ремонт в доме не начнется, за решением этой проблемы они обратятся уже в прокуратуру. Но эксперты в области жилищно-коммунального хозяйства уверяют, вина полностью лежит на хозяевах квартиры. И восстановлением этажа заниматься должны именно они. Ремонт квартиры сгоревшей и порчу оборудования или порчу помещений в подъезде или в доме неважно. Кто отвечает за тот хозяин, который является хозяин этой квартиры и имеет свидетельство о регистрации собственности. И он отвечает не только за свою квартиру, она сгорела, но и за те квартиры, которые пострадали. Мы от воды пострадали, от дыма пострадали. Диана Клочко, Роман Финин, Телеканал Эфир.